Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Бьюти Тайм на 31. Всем здравствуйте! Более полусотни моделей, которые, несмотря на свой юный возраст, умеют красиво дефилировать и позировать фотографом, это все о конкурсе Бэйби Модель. Самые яркие фрагменты шоу в репортаже Бьюти Тайм. Я как-то больше привыкла в русских кругах быть известной. Было первоначально тяжело, когда ты с кроссовок встала на 11-сантиметровые каблуки. Ходить как будто по одной доске. Все девочки должны быть умными, но они еще должны быть красивыми. Умные, красивые, да еще и очень терпеливые. Этого выхода на сцену участницы Бэйби Модель ждали два года. Именно столько прошло со старта проекта до сегодняшнего вечера. Детки, конечно, готовились весь учебный год, очень волновались. Не просто все было, то нам разрешали заниматься, то не разрешали, но тем не менее большое желание поучаствовать в проекте у девочек осталось. За два года они выросли. Я очень рада, что все-таки конкурс состоялся, потому что очень переживала за детей, которые хотят выступить. Бэйби Модель, он ограничивает по возрасту участниц, да, нельзя уже там, скажем, 17 лет поучаствовать в Бэйби Модели. По возрасту нужно переходить во взрослый проект, в супермодели, в модельный бизнес, но многие девочки не вырастают, и уже мы их не можем взять. Попасть в модельный бизнес – не главная цель участниц. Большинство из девчонок об этом даже и не думают. Просто изучать моду, выступать на публике, примерять на себя различные образы и все то, что происходит во время подготовки – это очень увлекательно. Я выбрала модельное искусство именно потому, что им очень интересно заниматься. Кстати, когда я была в маленькой группе и годик в средний, то тогда у нас даже дефиле было. Мне оно очень нравилось. Я увидела, что такое модель, мне очень понравилось. Я увидела, что у нее рекламируют одежду. Я тоже так захотела. У меня вообще старшая сестра – модель. Я тоже решила пойти по ее стопам, так скажем, и меня это вообще просто интересует. Вместе с моделями на этой сцене ученицы хореографической студии. Для них участие в шоу – это своего рода отчетный концерт, подведение итогов учебного года. Что же касается программы подготовки моделей, то она, кстати, тоже включает занятия танцами. Мы иногда занимаемся танцами. У нас очень классная растяжка бывает. Мне нравится на фотосессиях. Мне говорят, как делать, но я пытаюсь там что-то сама добавить. Люди танцев мне нравятся современные больше – хип-хоп и контемп. Модельный шаг, подиум, модельная походка. Макияж и подиумный шаг. С тех пор, как российские дизайнеры стали конкурентоспособными, а некоторые даже и успешными, работа моделей, в том числе и детей, стала очень востребованной. Ведь представлять модную одежду должны профессионалы, которые умеют это делать правильно. Ну, нужно, конечно, держать спину, двигать руками, ходить, как будто по одной доске. И, конечно, держать голову, ну, смотреть высоко. Главное – фигура, мне кажется, параметры, желание участвовать где-то, появляться на подиумах и вообще в интернете везде. Прямо держать спину, всегда улыбаться на показах и дарить взгляд зрителю. Для детей я считаю то, что улыбаться. И вот это самое главное – ну, прямая спина, естественно. Поскольку «Бэби-модель» – это конкурс, здесь обязательно есть жюри. И она тоже подходит к своей работе профессионально, выбирая из хорошеньких, обаятельных и таких непосредственных участниц самых уверенных и артистичных. В жюри всегда сложно работать, потому что мнения расходятся. Нет каких-то критериев, таких, знаете, международных, которые можно было оценивать. Поэтому все это зависит от вот этой конкретной минуты, когда девочка вышла на сцену. Они уже устали, потому что везде не репетировали, макияж, прически. И не каждый просто с усталостью может смириться, не каждый может вынести так, как бы хотелось зрителей, потому что стесняются еще многие. Но, тем не менее, шоу получилось. И они обрели такой сценический опыт, они попробовали себя в роли модели и надеясь, что все это им в жизни пригодится. Что же касается выбора Beauty Time, то мы так и не смогли понять, кто же в группе самый-самый. А потому еще раз показываем всех юных красавиц, которых увидели в финале конкурса «Бэби-модель». Вообще, мне очень нравится Россия, наш менталитет, наш народ. Я живу уже всеми радостями нашего Челябинска, честно. Наверное, что классное, я бы не поменяла хорошее, это люди. У нас люди очень открыты ко всему этому красивому, к новому. Им это интересно. Они, знаете, голодные в хорошем смысле этого слова. Мне приятно видеть, когда я приезжаю, там долго не бываю месяцами, я приезжаю и смотрю, ой, здесь там скверик построили, здесь там забор убрали. Если каждый человек что-то сделает, здесь будет рай. Но никого учить не надо. Во все времена люди мечтали узнать, что же случится в будущем. А сегодня к этим вопросам добавился еще один. А как долго ли продлиться это настоящее? Выяснить, попробовать выяснить кое-что для себя мы решили вместе со специалистом с экстрасенсорными способностями. Время хаоса. Он все отглавенствует. А я считаю, это глобальная катастрофа. Пока мы думаем, мы движемся. Смена власти будет. Именно это нам препятствует. Каждый, в общем-то, талантливый в своих областях. То, что однажды кардинально изменило наши планы на жизнь, сильно повлияло на физическое, психологическое и финансовое состояние большинства людей. Последствия коронавируса сегодня переживают даже те, кого зараза миновала. Уровень стресса возрастает, уровень жизни снижается, а тут еще и третья волна. Прогнозами на будущее и правильными установками на жизнь сегодня у нас специалисты со сверхъестественными способностями. Эти способности, когда они появляются, они не дают жить по-другому. То есть мир уже не становится таким, каким он был до этого. Он становится более разнообразным, когда ты видишь больше миров. Сначала тебе это все кажется необычным, сначала ты, может быть, где-то можешь возмутиться, может, тебе это нравится, может, тебе это не нравится. Но ты все равно, рано или поздно, ты с этим смиряешься и начинаешь жить по-другому. Василия Ганеева, экстрасенс-парапсихолог. Участница битвы экстрасенсов. Помогает людям справляться с болезнями, отвечать на важные вопросы, находить пропажи и определять свое предназначение в жизни. Посмотрите здоровье моих близких, подскажите, что у меня будет в ближайший год-два. Это вот как раз и есть то, что в основном интересует. Есть люди, которые просто приходят поговорить. Но если он еще не сформировался сам по себе, еще ничего не понял, что ему надо от жизни, ну, такое бывает. Ну, может быть, он потом запомнит, а потом может ему все равно пригодиться. Сейчас коронавирус, сейчас он присутствует везде, он остановил многое, что везде, и во всем мире, да. Он все главенствует, поэтому мы сейчас живем действительно под его указку. Но в целом страны все сами по себе и сами пытаются с этим справиться, единственного в этом нет. И вот, к сожалению, именно это нам препятствует, потому что мы зависим друг от друга, все процессы зависимы друг от друга. Если мы будем отделяться, значит, мы будем ухудшать ситуацию до везде. Именно потому что, когда все-таки глобальная катастрофа, а я считаю, это глобальная катастрофа, этот коронавирус, надо уметь объединяться, надо уметь забывать вот эти все какие-то политические моменты, экономические моменты. Ну, к сожалению, у нас по факту у нас такого нет. Мы совершенно не умеем бороться всем миром с одним и тем же, да. Поэтому вот об этом у нас будет годами. Есть сейчас препятствие, да, которое вот нам, скажем, не дает жить-то спокойно и нормально, потому что все-таки пока еще вот этот год, этот год, скажем, он тяжелый. Будем говорить откровенно, он тяжелый. Время хаоса, поэтому сейчас наоборот, мне кажется, может быть, не знаю, конечно, как вот говорить точнее, допустим, потому что все-таки даже в рамках России, да, каждый регион, он немножко по-разному развивается. И говорить, допустим, что вот Россия, она вот вся вот такая, нет, не скажу. 24-й год, смена власти будет, да. Это будет весьма переломный год и весьма тяжелый. Потому что в общем у нас все переходы тяжело отражаются на, опять же, жизни. Когда это происходит, это всегда тоже стресс для многих. И это некоторая вот такая вот тряска, опять для общества, тряска для государства, тряска для всех там этих договоренных отношений, для всего. И мы тоже будем это ощущать. К сожалению, это так. У каждого есть свое предназначение, где он может быть весьма талантлив, ему просто нужно подсказать и нужно подсказать, как это развить. Вот и все. А дальше, если люди хотя бы прислушиваются к моему мнению, ну вот те, кто прислушивались, они в общем-то, у них все в порядке. Они становятся именно теми, кем надо, делают то, что надо, да. И они, в общем-то, получают успех свой, благосостояние, свою уверенность. У каждого же свои пути получения материального благосостояния, да, мы же не можем всем быть под одну гребенку. Каждый, в общем-то, талантливый в своих областях. Просто нужно их увидеть. Возможно, мы просто вообще не вышли на свою область. Вот что. И поэтому мы не очень понимаем, почему у нас так. Желательно вот людям не расстраиваться, что если у них, допустим, один раз что-то не получилось. Это не говорит о том, что он неправильно идет. Это говорит о том, что, может, ему сил не хватает. Может быть, он не сконцентрировался правильно. Может быть, он был занят одновременно тремя делами. А может быть, надо то закончить, а потом к этому подойти более серьезно. Чтобы добиться успеха, все-таки мы должны уметь анализировать свою жизнь. Серьезно анализировать, а не просто вот так немножко подумал. И уметь концентрироваться правильно, подготавливаться правильно. и изликать ошибки. Не то, что вот себя корить, я вот такой плохой, у меня не получилось, или я вот такая плохая. А задавать все вопросы, а что было не так. Пока мы думаем, мы движемся. Надо уметь думать, надо уметь размышлять. Медицинский центр «Новая клиника». Профилактика ковида и реабилитация после заболевания. Мы в самом центре города на Кирово 159. Телефон 211 07 60. Вздувшиеся вены это признак варикоза. Образование тромбов его грозное осложнение, но избавиться от этой болезни возможно за 40 минут. Без разрезов и наркоза. Только сейчас. В клинике лазерной хирургии варикоза нет. Акция 20% на операцию для всех. Современное искусство это не обязательно что-то экстравагантное, что вызывает противоречивые эмоции. Современное искусство оно разнообразно, так же, как и художники, которые его создают не одинаковы. Сегодня у нас в гостях художник Петр Серебровский. Интервью с ним мы записали в день открытия выставки, которая проходила этой весной в Челябинске. Не пойми, что вот я наговорил. Мы вырежем. Или оставим. Ох, какие вопросы ты, Саша, задаешь. Хотя почему бы нет. Его картины украшают частные коллекции и общественные пространства в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Норильске, Нижнем Новгороде, Астане и Цюрихе. Петр Серебровский, харизматичный, модный, популярный, разносторонний, одаренный художник, музыкант, почетный член Миланской онлайн-арт-галереи, служил в президентском полку и написал об этом книгу, участвовал в кремлевском балете Ромео и Джульетта, расписал тысячи квадратных метров в интерьерах и создал 100 картин для Лахта-центра. Участвовал в венецианской экологической выставке и международных онлайн-выставках в Нью-Йорке и Цюрихе и не устает радовать своих поклонников экспозициями в родном городе. Как я уже говорю, не первый раз за последний, наверное, месяц, может быть, недели три, мы этого события ждали целый год. Ну что, Петь, поздравляю, все-таки случилось. Все-таки состоялось. Рассказывай, что здесь, какая концепция, вообще есть ли она, потому что смотришь и очень все разное. А я все в поиске же собственного почерка и вот в этот момент я понял, что почерк-то, видимо, вот в этом разнообразии-то и есть. То есть концепция в отсутствии как таковой, вот нарочитой такой концепции. Я вот буду делать горы, я, значит, делаю горы. Я буду делать море, я, значит, делаю море. Ну я другого формата художник, я не говорю, что так плохо, я говорю, что я другой. Я исследователь такой, я вот как квадрокоптер, я вот летаю, море раз сфоткал, горы раз сфоткал. Насколько мир разнообразный, настолько я в него вот и пытаюсь погружаться. Может быть, это прощупывание, может быть, однажды найдя что-то такое, я буду тем, про кого сейчас говорю, что я не он. Может, я начну и буду. Вот нарисовал я птицу, идущую по городу. Вот, может, у меня будет серия птиц, идущих по городу. Я даже, когда в школе учился, я писал в тетрадках по-разному. Я помню, как ты в тетрадках писал. В моей, кстати, тоже писал. То есть, я в литературе писал одним почерком, в математике другим. Еще у нас был такой Сережа Каткин. У него были буквы вообще квадратные. Я писал однажды, как Сережа Каткин. Мне было вот интересно, как это он делает. Я писал его почерком. Ну, с детства все это идет. Вот какое-то подражательное собирательство. Ты собираешь. Ведь, если бы я был фотографом, я бы тоже, наверное, снимал все разное. Я бы собирал, коллекционировал себе разные жанры. Мы же понимаем, под этим термином подразумевается что-то такое вот ультрасовременное, непонятное. Жанр же, он живой, он трансформируется. Ну, это так же, как в музыке. Групп же много. А знаем, допустим, какие-то вот, которые самые известные. А групп там десятки тысяч. Да, что-то кто-то делает. И хорошие ли они? Это, знаешь, это мы сейчас входим в спор, что считать искусством. Все ли искусство, что есть, вот творчество, или не все. И кто, опять же, кто будет судить это? Еще и эмоциональный интеллект у людей разный. Кому-то надо подсказать и рассказать, как смотреть. Я же не случайно, когда у меня была выставка абстракции, я раз в неделю делал экскурсии. И когда я рассказывал, почему вот здесь так, почему тут так, люди, ааа, вот, ой, как нам нравится тогда. А так, сначала, знаешь, все, из серии я тоже так могу, что замазняю все. Режиссеры бывают, когда что-то о фильмах своих дают, дают какую-то наводку тебе объяснение. Оно тебе помогает понять, потому что невозможно во всем разбираться до всего сразу доходить. Тем более, мы же в жизни, как, мы же живем какими-то этапами и периодами. Ты в данный период, допустим, не настроен на что-то такое, вот, креативно. Ты, тебе нравится классика. Тебе не зайдет со времен искусства. А однажды, присытившись классикой, ты, например, смело нырнешь во все эти перевернутые унитазы там и акционизм и там и прочее. Ну, не знаю, вопрос очень сложный. Его, не знаю, его решит только, наверное, обстоятельства. Сами его и решат. Когда она что-то произойдет, вот мы с тобой через 10 лет в Милане на выставке, ты будешь у меня брать интервью, я тебе там скажу, Саша, бабки решают. Или я скажу, Саша, нет, я, вот, не надо мне ваших евро, вот у меня чемодан, кеды так же и лежат, как 10 лет назад. У Пикассо интересная есть фраза, когда ему было 90 лет, он сказал, что ему горько и больно, что вот он всю жизнь писал вот всякую абракадабру, потому что она круто продавалась и чем непонятнее, тем ее лучше покупали. Что да, я понял время. То есть он понял вот эту вот стезю современную, такой непонятности, вызова, но, говорит, как художник не высказался в итоге. Я вообще человек компромиссов, я считаю, что должен быть какой-то компромисс и коммерческой успешности, и все-таки творчество оставлять, лишь бы не исписаться, лишь бы, лишь бы идеи не кончились, лишь бы, да, вот, потому что бывает, напишешь серию картин, пауза, и думаешь, а если это вот сейчас прямо на несколько лет, а если вот ничего в голову не придет, потом проходит неделя-другая, приходит идея, думаешь, ху, ну все, пока что я еще это что-то могу, вот, вот это скорее заботит, а там то, что деньги, все такое, в гробу карманов нет, как говорится, туда ничего не возьмешь, главное все-таки высказываться. Если говорить о заказчиках, какие чаще всего бывают запросы, что люди просят тебя написать для их интерьеров? Боже, заказчики такие же люди, строго говоря, как и мы все. Вы знали? Заказчики разные, такие же разные, как и есть. Вот картина, вот эта, на первый взгляд, такая вот, творческая, это на самом деле заказная работа, то есть при всей своей непопсовости сюжета, просто я обсудил с заказчиком, что вот у меня есть такая идея, он проник, сказал, давай сделаем. Кто-то скажет, да ну зачем мне такое вот, воины какого-то там, война. Мне, кстати, очень понравилось, потому что тут идеи. Здесь философия, да. Кому-то нужно просто не для разглядывания картину, как здесь, а для созерцания. Просто какое-то пятно цветовое в интерьер. Кому-то вот в Индополож копию какую-то, вот в Ангоге хочется. Скажи, пожалуйста, нет ли у тебя эмигрантских настроений, комфортно ли тебе в Челябинске? Спрашиваю, потому что это такой тренд, который держится последние, даже не годы, а десятилетия. Хочется ли уехать и хочется ли остаться и почему? Слушай, тема миграции, не знаю, я очень привязываюсь вот к местам, где мне хорошо, где у меня было счастливое детство. Ну вот у меня недавно была выставка в Венеции до ковида, вот как раз в феврале. Сейчас должна была быть выставка в Генуе и еще раз в Венеции, но там красная зона. Ну, то есть мне не мешает проживание в Челябинске наводить вот движ, суету, двигаться в сторону европейских каких-то рынков, выставок. Если я перееду, я перееду, это не за истерией вот этой, покинуть Челябинск там из-за ГОКа, из-за ЧМЗ, ну, в смысле, из-за выбросов. То есть, если я уеду, я уеду куда-то, а не из, а не от. Если я уеду, то прицельно, допустим, в Милан по контракту расписывать дома. Ну, грубо говоря, хотя почему бы нет. Вы смотрите Beauty Time и прямо сейчас приглашаю вас на нашу телевизионную кухню, где из полезных продуктов готовятся легкие блюда. Морская капуста. Всем она известна по консервам, которые продаются в магазине. Капуста в железных банках или в банках пластиковых с какими-то добавками. Вот. А сегодня Катя расскажет нам, как можно эту капусту приготовить самостоятельно, чтобы она была еще полезнее. Морская капуста или она же ламинария японская продается вот в таком сухом виде в пакете и ее можно самостоятельно сварить и мы сегодня будем делать салат из нее. В нашем регионе есть у людей недостаток йода, проблемы с щитовидной железой, а главное, главный бонус от ламинарии это повышение йода в организме. Ну, плюс, конечно, очень много полезных микроэлементов и витаминов, поэтому салат у нас получится полезный, насыщенный йодом, микроэлементами, витаминами. И к тому же он низкокалорийный, как я могу предположить. Конечно. Для начала нам необходимо отварить ламинарию, в отличие от водорослей вакаме, мы уже показывали один раз салаты из этого продукта, так вот, в отличие от вакаме, ламинарию нужно отваривать в течение 30 минут. Вообще, примерно в 15 раз ламинария увеличивается в воде, поэтому мы возьмем 15-18 объемов воды для нашего объема ламинарии. Насколько я поняла, салат, он несложный, основное время занимает как раз процесс отваривания ламинарии, вот, а что, какие еще ингредиенты в составе? Мы возьмем перпеленые яйца, можно обычные яйца, но мы решили взять более полезные, чистые, чесночок раздавим и петрушку порежем, и потом это все посолить нужно будет и добавить в масло. Зелень, в принципе, можно брать любую, да, для этого салата. Ну, не базилик, наверное, только, потому что он такой очень специфический, а здесь и кинза, ну, и укропчик, в принципе. Укроп, а вообще еще многие азиатские блюда с кинзой, да, делаются, поэтому можно... Кинза, петрушка. Кинза, петрушка. Можно на этом остановиться. Чеснок и пряности для таких блюд как нельзя кстати, потому что, конечно же, у ламинарии есть специфический запах морских водорослей, рыбный запах, и, конечно, его хочется немножечко перебить и заглушить, поэтому лимоны, чеснок, травы, желательно свежие, все это будет как нельзя кстати для подобного рода салатов. В принципе, перепеленное яйцо, оно, наверное, в двух видах, только либо целое, либо половинка. Ну да, его уже меньше не хочется резать, потому что оно создает, в принципе, блюду, эстетику какую-то, красиво будет. В процессе приготовления рекомендуется водоросли подсолить в процессе варки, можно это, конечно, сделать и потом, но учитывая, сколько воды они впитывают в себя, чтобы этот процесс все-таки был такой вот постепенный, чтобы соль была не сверху, а внутри, поэтому лучше солить в тот момент, когда она варится. И дальше собираем, да? Да, мы просто все миксуем и заправляем маслом. Почему именно собственного приготовления ламинария более полезны? Это потому, что в готовой и в консервированной много сахара, уксуса. Ну, вообще, всякие добавки для того, чтобы она дольше хранилась. Здесь мы сделали себе порцию салата, столько, сколько нам нужно, съели без консервантов, без лишнего сахара и получили только полезные свойства, полезные вещества из нее. А получается, что в сухом виде она хранится очень долго, эта водоросль, ну, и в принципе можно делать компоновки такие, как нам нравятся, а не такие, которые предложили производители консервов. Масло также можно любое, да? Да. В нашем случае оливковое? Можно добавить лимонный сок, чтобы тоже придать определенную кислинку. Этот салат делать очень легко, а пользы от него ощутимо много. К тому же практически отсутствуют калории, их минимум при такой пищевой ценности и при всей своей насыщенности это все-таки низкокалорийное блюдо. В общем, одни сплошные плюсы. Да. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы всегда на связи на нашем YouTube-канале Beauty Time TV на страницах в Instagram и вы в ВКонтакте. На этом выпуск завершен. До встречи! Наши стильные партнеры Image Studio Елены Ивановой от Илье Модный дом Я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok